Моя бабушка говорила мне, сынок, святые хорошие люди. Либо они помогают людям, либо проповедуют им любовь к Богу. А что насчет их эго? Святые Исадху ни в коем случае не эгоисты, они хорошие люди, сынок. Я бы хотел, чтобы моя бабушка была жива. Если бы это было так, я бы показал ей это видео. Вас так волнуют проблемы окружающей среды, но вы до сих пор не получили никаких разрешений от правительства, перед тем, как построить свой ашрам в лесном заповеднике. Итак, репортер BBC спрашивает Саатгуро, почему он не получил никаких разрешений от лесного департамента, прежде чем строить свой ашрам в лесу? У Джаги Васудэва нет ответа. Поэтому он говорит. Хватит, пожалуйста, хватит. Вы продолжаете повторять эту ерунду. Вы получили разрешение только тогда, когда поняли, что нарушили закон, не получив его раньше. Выключи камеру. Очевидно, моя бабушка была не права, говорив, что святые хорошие люди, потому что подобные обвинения не очень хорошо отражаются на святых Исадху. Но самое шокирующее то, что этот Исадху катается на дорогих мотоциклах и автомобилях, вертолетах и лодках, на чем угодно, носит по шесть костюмов в день, носит дорогие часы, путешествует по миру, встречается с голливудскими звездами. Сегодня этот Исадху зарабатывает миллионы долларов, а миллионы его преданных способствуют в поддержании такого образа жизни. И вот начинаешь задумываться, как это? Как Садгуру живет такой роскошной жизнью? Миллионам его преданных до этого нет дела, но при этом они отдают ему свои деньги. Как его учение стал ценить весь мир, включая крупных знаменитостей? Как один человек говорит, человек создал концепцию Бога, на самом деле творение возникло из ничего, и это ничто, это я. И миллионы людей верят в это? Но меня не интересует духовный бизнес Джаги Васудева, мне все равно, сколько он будет на нем зарабатывать. Меня интересует его история просветления. Я хотел узнать, правдива ли она, или это средство для обмана своих последователей. И знаете, мне кажется, это все-таки ложь. Действие первое. Просветление. Джаги пишет в своей книге. Однажды в полдень он сидел на камне на холмах Чамунди, его глаза были открыты, но внезапно с ним что-то начало происходить, и он говорит, я цитирую, До этого момента, по моему опыту, мое тело и разум были мной, а мир был снаружи. Но внезапно я перестал понимать, что было мной, а что не было мной. Воздух, которым я дышал, камень, на котором я сидел, сама атмосфера вокруг, все стало мной. То, что было мной, было буквально повсюду. Оказывается, Джаги Васудев достиг просветления. После этого события с ним начали происходить все те же переживания. Тогда он не знал значения того, что он испытывал. Он говорит, что испытывал экстаз. Проходили часы, но ему казалось, что прошло всего две минуты. Эти переживания стали для него обыденностью в течение следующих шести недель. Он хотел дать другим почувствовать тот же экстаз. Посредством этого опыта я начал создавать методы и системы, с помощью которых каждый человек мог получить доступ к такому знанию внутри системы, которое дает возможность превратить кусок хлеба в человеческое существо. Он изобрел метод для просветления людей. Этот метод он называл внутренней инженерией, и для продвижения этого метода по всему миру он основал некоммерческую организацию фонд Иша. Джаги никогда не верил в Бога. Он пишет в своей книге «Встреча с просветленным». Вы поклоняетесь Кришне, потому что ваш дедушка сказал вам, что Кришна – Бог. Такое поклонение неправильно. Если такой человек окажется в вашем обществе, он будет преследуем, потому что женщины в вашем доме захотят танцевать с ним, и никто не будет понимать, что происходит. Джаги также верит, что все священные писания в мире, все религиозные книги в мире, включая философию и учения, ничего не стоят. Все священные писания, все учения, философия, все эти великие вещи, о которых люди говорят, все они ничего не стоят. Он говорит, что люди ходят в храмы и воображают богов, но если Бог не создал этот мир, кто тогда его создал? И согласно Джаги Васудеву, творение возникло из ничего. Когда мы говорим о Шиве, не воображайте себе картинку из календаря. Когда мы говорим «Шива», это значит то, чего нет. Говорят, что Шива – космическая личность, лежащая поперек космоса, и он – ничто. Он не физическая материя, он ничто, но он не прозрачен. А потом появилась Шакти, и она начала танцевать вокруг Шивы. Определенный уровень энергии танцевал вокруг. Когда Шакти танцевала вокруг Шивы, он разозлился и проснулся. Он разозлился и зарычал. Йога гласит, что рыча – он изверг галактики. Затем Шакти коснулась Шивы. Когда она прикоснулась к Шиве, она собрала инерцию. Таким образом, она стала более устойчивой. А теперь, если вы меня спросите, откуда Джаги Васудев это знает, я вам отвечу. Когда он достиг просветления на холмах Чамунди, по словам, в его книге он соединился с этим ничто. Также в своих книгах он пишет, что это его четвертая реинкарнация. 370 лет назад он был заклинателем змей, которого звали Бильва. Потом он родился йогом, которого звали Шива-йоги. Шива-йоги был в поисках просветления. Однажды, когда он медитировал, к нему пришел Садху по имени Шрипалани Свами. Свами понял, что Шива-йоги хочет достичь просветления, и приложил свой посох к его лбу. И Шива-йоги получил просветление. При этом Шива-йоги стал частью проекта, который оставался незаконченным последние 15 тысяч лет. Много тысяч лет назад жил йог, которого звали Сунира. И... он взялся за невыполнимый проект. Он хотел воплотить живого Шиву. Вновь. Идеального учителя для всего мира. Он начал создавать энергетическое тело. Потом... Он подумал, что сможет создать физическое тело поверх этого и пустить его в этот мир с продолжительностью жизни в несколько сотен или тысяч лет, чтобы к моменту своей смерти он смог обратить весь мир. Сунира работал над своим проектом всю жизнь, но он потерпел неудачу и погиб. На протяжении последующих лет многие амбициозные йоги пытались завершить этот незаконченный проект Суниры, но никто не смог создать такое энергетическое тело. Много веков прошло. Некоторые йоги подсчитали, что эта энергия не может быть заложена в физическом теле, поэтому эти йоги пытались заключить эту энергию в сосуде, который называется Дхьяна-линга. Но им тоже не удалось из-за одного пророчества. Джаги получил просветление от самого Ади-йоги во время своего второго воплощения. Этот невероятно способный человек поработил меня для своего проекта. И Шива-йоги начал работать над Дхьяна-лингой, но умер в возрасте 57 лет. Джаги родился снова как садгуру Шри Брахма. Шри Брахма знал об этом проекте Суниры. И ему почти удалось создать Дхьяна-лингу. Но эта работа снова оказалась неполной. Но прежде чем принять Самадхи, он запланировал обстоятельства своего следующего рождения. Например, Лона женщины, от которой он будет рожден. Он даже предвидел двух людей, которые ему будут в этом помогать. Он также запланировал, где они родятся. И его планы удались. Джаги Васудев родился. И две женщины, которые ему должны были помогать, также родились, как было предвидено. Одной из них была ученица Джаги Васудева, которая также училась у Шри Брахмы в прошлом воплощении, Харати. А второй ученицей была Виджая Кумари, также известная как Виджи, в последствии жена Джаги Васудева. Все трое из них взяли за незавершенный проект 15-ти вековой давности. Все трое объединились на треугольной основе с одной лишь целью посредством их жизненных энергий привести в действие 7 энергетических чакр Тхьяна Линги и довести их до своей чистейшей формы. Но судьба в очередной раз прервала этот проект. К тому времени, как 95% освещения Тхьяна Линги было завершено, Виджи, жена Джаги Васудева, погибла. Ей был всего 31 год. Джаги объявил, что его жена приняла Махасамадхи. Это страна, где были тысячи случаев, при которых люди оставляли свои тела осознанно. Она объявила о своем уходе почти за 9 месяцев заранее. Это был естественный процесс. Проект Тхьяна Линга остановить было невозможно, и Джаги Васудев хотел завершить этот проект уже в этой жизни. Он занял место Виджи после ее смерти, но из-за этого его тело начало слабеть. Он сильно заболел. Примерно через 8 месяцев, максимум 8 месяцев, я постарел на 25 лет. Во время освещения, в определенный его период, на протяжении примерно 8 месяцев, люди видели, как я старел. Вот так, очень быстро. Из яркого, молодого человека я превратился в глубокого старика, очень слабого и шаткого, за 8 месяцев. Но он не сдавался, и 3,5 года спустя, а именно 24 июня 1999 года, проект Тхьяна Линга, который буквально состоит из энергии Господа Шивы, был открыт для наших молитв. 15-тысячелетнее пророчество, наконец, сбылось. Сунира, который мечтал создать властелина мира, Тхьяна Лингу предвидел, что через тысячи лет придет йог, который осуществит его мечту. Этим йогом стал садгуру Джаги Васудев. Но после того, как он взял на себя труд двух человек, его тело одолело множество болезней. Однако он заранее решил, что покинет свое тело в возрасте 42 лет после того, как закончит освящение Тхьяна Линге. За 8 месяцев. Я полностью посидел, все мое тело изменилось, все случилось. Все знали в любом случае, что я скоро умру. Они знали, потому что я сказал им, я подготовил их к этому. Теперь вы знаете, вот столько я собираюсь жить. После этого меня уже не будет. Но его ученики, которые о нем заботились, включая Бхарати, надели медный браслет с божественной нитью на его правую ногу. Если объяснять в современных терминах, это работает как вай-фай, который передает энергию. Энергия из тел учеников садгуру передается в тело садгуру благодаря этому медному браслету, который поддерживал его жизнь все эти годы. Если он снимет этот медный браслет, он немедленно умрет. По большому счету, именно это держит меня в живых. Джаги Васудеф не всегда был садгуру. Если быть точным, он стал садгуру в одной из своих прошлых жизней, когда Шри Палами Свами коснулся его лба волшебной палкой. На холмах Чамунди он вспомнил о том, что он включен в эту божественную пустоту и является частью ее. С того момента он стал всеведущим. Творение, теория большого взрыва, движение планет, теория эволюции Дарвина, психология, человека, наука, история, технологии, математика, философия, религия, черная магия. Все, что вы можете себе вообразить, садгуру Джаги Васудеф обрел знание всего. Он знает все. Когда речь идет о жизни, не имеет значения, что вы говорите, что вы думаете или что делаете. Будет так, как я скажу, когда речь о жизни, об основах жизни. Да, я авторитарен, потому что я никого не слушаю. Если объявится Бог, я не буду его слушать, потому что я знаю лучше его. Это звучит абсолютно эгоистично, глупо, в стиле Майка Тайсона. Ну что я могу поделать? Это все правда. Но подождите минутку. Есть одна проблема. Джаги сказал, что его жена Виджи приняла Маха Самадхи, но по словам отца Виджи, Виджи была убита. И убийца – это сам садгуру Джаги Васудеф. Действие второе. Сомнения в просветлении. Согласно садгуру, его 31-летняя жена Виджи приняла Маха Самадхи 23 января 1997 года. Однако сам тесть садгуру и отец Виджи обвинил садгуру в убийстве своей дочери и обратился в полицию. Эта новость была напечатана газетой Indian Express. Согласно новостям, Джаги Васудеф садгуру из Иша-йоги обвиняется в убийстве своей жены Виджи, также известной как Виджая Кумари. По данным полиции, Т.С. Гангана, отец Виджи, подозревает, что смерть его дочери Виджи могла быть подстроена. Его дочь в последний раз видели 15 июня 1996 года, а 23 января 1997 года он получил сообщение от Джаги, что его дочери Виджи больше нет. И несмотря на просьбы Ганганны, Джаги поспешно кремировал тело 24 января, прежде чем Ганганна смог приехать проститься с своей дочерью. Ганганна также сказал, что сжигание тела не было обычаем в их общине. Джаги, по-видимому, выбрал этот метод для захоронения бренных останков Виджи. Ганганна подозревает, что Джаги убил Виджи, чтобы обеспечить свою связь с другой обитательницей Ашрама. На основании жалобы Ганганны полиция Бангалора открыла уголовное дело. Но во время визита полиции в Ашрам святой Джаги находился в США. По этому делу проводится дальнейшее расследование. Однако, согласно расследованиям полиции Бангалора, они не смогли найти никаких улик, так как тело Виджи уже было сожжено. Поэтому полиция закрыла дело из-за отсутствия улик и составила окончательный отчет. Но в этом окончательном отчете они, похоже, не расследовали то, о чем упоминал отец Виджи, господин Ганганна. Как он уже упоминал, Джаги состоял в сторонних отношениях с другой обитательницей Ашрама. Полиция никого не допрашивала по этому поводу. Даже люди, присутствовавшие во время Махасамадхи Виджи, не были допрошены полицией Бангалора. Но задумайтесь, подумайте обо всем с надлежащей логикой. Почему Джаги Васудев не дождался отца Виджи и двух ее сестер перед кремацией? При том, что отец Виджи просил Джаги не совершать никаких последних обрядов до их прибытия. По словам отца Виджи, останки хоронят в их общине. Но Джаги Васудев сжег тело, и всем известно, что йогов хоронят после того, как они достигают состояния Самадхи. Тогда почему тело Виджи было сожжено? И почему кремация проводилась с 4 до 5 утра? К чему была такая спешка? В своей книге он ясно сказал, что после Самадхи Виджи его пришлось самому отдавать энергию за двух человек, в результате чего он испытывал сильную боль, он даже не мог говорить. Но как раз перед тем, как полиция прибывает в Ашрам для расследования, он отбывает в США. Джаги Васудев пишет в своей книге, что его жена хотела принять Самадхи за 9 месяцев до того, как это якобы случилось. Тогда как получилось, что она приняла Самадхи за 1 месяц до назначенной даты? Если Виджи собиралась достичь Самадхи, то почему она никогда не рассказывала об этом своим родителям и сестрам, даже когда она их навещала перед своей смертью? Сам Джаги Васудев пишет в своей книге «Размышления мистика», что его жена Виджи не была опытным йогом, значит, она никогда не читала Йога Сутры Патанджали. Чтобы достичь Самадхи, даже опытный йог должен медитировать 50 или более лет. Тогда как получается, что обычная работница банка достигает Самадхи за такое короткое время? Джаги Васудев даже заявил в своей книге, что его жена никогда не признавала его своим учителем. Ей даже не нравился образ жизни Джаги Васудева, она даже не хотела участвовать в освящении Тхьяна Линги. Кроме того, ей не нравилось, что Бхарати находится рядом с ее мужем. Теперь скажите мне, женщина, которая хотела вести нормальную жизнь, у которой были проблемы с растущей близостью ее мужа к его ученицам, чьей дочери было всего 7 лет, зачем ей принимать Самадхи? Вот такие сомнения возникли у меня после рассказа Садгуру о смерти Виджи. Мы не выдвигаем против него никаких обвинений, наша цель не в этом. Как написано в одной из его собственных книг, процесс освящения Тхьяна Линги должен был закончиться в присутствии Виджи, но ученица Садгуру Бхарати захотела посетить ежегодный школьный утренник с ее детьми. Насколько глупо это звучит? Разве Бхарати не знала о масштабах этого проекта? Насколько он сложен? О том, что этому пророчеству 15 тысяч лет? Стольким йогам не удалось завершить этот проект. Джаги Васудееву пришлось воплотиться в четырех рождения. Это было второе рождение самой Бхарати, она была рождена для завершения этого проекта, и она отправляется на школьный утренник. Серьезно? Интересно, это было пророчество 15 тысячелетней давности, включая четыре рождения Садгуру. У него был выбор, кем родятся его будущие ученики. Так почему он выбрал таких обычных женщин для такого огромного проекта? Для этого он мог выбрать какого-нибудь опытного йога или йогиню. Все эти истории, все эти факты, разве это не похоже на какую-то сказку, написанную шестилетним ребенком? Садгуру сам сказал, что после завершения освящения Тхеналинги он заболел. А еще он с помощью своей магической силы вправил кость на лодыжке и даже вылечил астму всего за один час. Во время игры в хоккей на траве я сломал левую лодыжку. Я испытывал невыносимую боль. К тому времени я уже был хроническим астматиком. И у меня был очень тяжелый приступ астмы. Я посидел с закрытыми глазами чуть больше часа. Когда я встал, моя астма меня покинула навсегда. К тому же, моя сломанная нога была в полном порядке примерно через час. Но в этом интервью он говорит вот что. Итак, три года назад случилось так, что я играл в футбол с детьми и вывихнул левое колено. С тех пор единственный спорт для меня – это гольф. Значит, теперь сам Бог не может вылечить свою коленную кость? В мире около 262 миллионов человек, страдающих астмой. Если у Садгуру есть лекарства от астмы, то почему он не делится этим лекарством? Верно? Если Садгуру заранее планировал, что после освещения от Хьяна Линги он покинет свое тело в возрасте 42 лет, зачем ему вообще было жениться и рожать девочку? Ведь он знал, что после его смерти жена станет вдовой, а дочь – сиротой. Однако он оправдывает свой брак, говоря, что согласно Ригведе только женатый мужчина может осветить Хьяна Лингу. Чтобы проверить это заявление, я поговорил с дедушкой моего друга, Брахманом, знатоком индуистских священных писаний, и он сказал мне, «Ничего подобного нет в Ригведе». И там нет никакого упоминания термина Хьяна Линга. Он также сказал мне, что нет никакого упоминания о йоге по имени Сунира. Ни в культуре йоги, ни в священных писаниях, ни в упанишадах, ни в ведах. И самое забавное, ведам, в которых Садгуру упоминает о присутствии Хьяна Линги, этим индуистским веда-пуранам всего 5000 лет, а истории Садгуру целых 15000 лет. Окей, на мгновение давайте поверим, что эта история Садгуру о Хьяна Линги реальна. И так, согласно этому, Хьяна Линга это в самом деле живой Шива. Тот самый Шива, который слился с небытием, внутри которого был создан наш мир. Он – творец. Но Садгуру также утверждает, что между ним и Хьяна Лингой нет разницы. Итак, если А равно Б, а Б равно С, то А равно С, верно? Значит, теперь Садгуру стал творцом этого мира. Где тут логика? Вы верите в эту чушь? Все эти истории, все эти факты, лишь усиливали мое сомнение, что эта история просветления Садгуру Джаги Васудева хоть сколько-то реально. Но когда я копнул глубже в эту историю, я все понял. Помните рассказ Садгуру, где он был Шива-Йоги в своем последнем рождении? Его гуру, Шри Палани Свами, коснулся посохам его лба. И он стал просветленным. Однако в этой истории есть одна ложь. Этим гуру был не Шри Палани Свами, а в Хагаван Шри Раджниш, Оша. Часть третья. Просветление секонд-хенд. В 70-е годы в Америке были проблемы с бедностью, войной и расизмом. И это привело людей к потере веры в традиционные религии. И тогда много духовных лидеров начали проповедовать духовность этим уязвимым людям. Большинство этих духовных лидеров объединяли две вещи. Во-первых, все они утверждали, что они просветленные существа. А во-вторых, все они открыли свои фонды и заработали миллионы долларов. Один из них пошел еще дальше и основал свой собственный город, в Америке. В северной части штата Орегон раньше был маленький городок под названием Энтилоп. Вчера избиратели в Энтилоп решили изменить название города на Раджниш. Это политическая победа последователей индийского гуру Хагавана Шри Раджниша. Грядут перемены, и сегодня Энтилоп проснулся на красном рассвете. Слава Оша распространилась по всему миру. И в Индии был человек, который составлял досье на Оша. Это был Джаги Васудев. Он подумал, почему бы и мне не стать духовным учителем? Ведь это легко, и на этом можно разбогатеть. Джаги Васудев родился в состоятельной семье. У него даже была птицефабрика. Джаги часто утверждал, что в возрасте 12 лет он овладел всеми знаниями йоги и медитации, и теперь он использует эти навыки для продвижения своих продуктов, внутренней инженерии и иша-йоги. Но правда в том, что Джаги Васудев изучал йогу ситха-самадхи уриши прабхабкара в 1984 году. Учитель йоги из Антхра Прадеша в статье Ньюс Ландрии рассказал, что они с Джаги Васудевом изучали йогу ситха-самадхи уриши прабхабкара в Гаматагире, недалеко от Майсура. По его словам, Джаги присоединился к учителю Риши прабхабкару в 1984 году. Там же он познакомился со своей женой Виджи. Джаги ранее не был связан с йогой. Учитель Риши прабхабкара отправил Джаги в Каимбатур, чтобы основать центр от его имени. Однако Джаги Васудев переупаковал йогу ситха-самадхи, сменил название на иша-йогу и основал свой собственный центр йоги. А остальное уже история. Можно подумать, этого достаточно, чтобы разоблачить его лживость. Но есть и другие доказательства. Стоит отметить, йога или медитация не основной продукт деятельности духовных гуру. Их главный продукт это просветление. И этим они торгуют. Джаги Васудев знал об этом. Так он выдумал историю собственного просветления. Но при этом полностью скопировал оша. И не важно, насколько хороша копия. Все равно по ней можно узнать оригинал. Например, Джаги утверждает, что он никогда не читал ни вед, ни священных писаний, никаких львов философских учений. Я не читал ни гиту, ни веды, ни упанишаты, ни даже йога-сутры. Может, он и не читал эти священные писания непосредственно, но он узнал их содержание через книги Оша. Большая часть того, что говорит Джаги Васудев, это в основном повторение цитат, мнений и рассказов Оша. Даже выбор слов тот же. Вы явно внушаете беспокойство тем, кто видит значимость в подобных заявлениях. Я люблю беспокоить людей. Гуру, это тот, кто расшатывает ваши основы. Я не собираюсь никого утешать. Гуру, это не торговец утешениями, потому что, чем больше их утешать, тем более отсталыми они остаются. Все выводы, которые вы сделали, расшатайте их. Он расшатывает вас все. Это вызов довести их способности до кульминации. Гуру, это тот, кто призван вести вас к вашему освобождению. Просветление Джаги Васудева уходит в небытие. По его словам, Шива это не существо, он рассеян по всему этому небытию. И просветление это не что иное, как слияние с этим небытием. По концепции из Вигьяна Бхайрава Тантры существует 112 техник достижения просветления. Оша в свое время популяризировал эти техники. В мире существует 112 техник медитации. И каждая из них удивительна. Тантры не дадут вам ответа, они дадут вам технику. Всякий раз, когда Джаги Васудев говорил о Шиве, он утверждал, что Шива это одновременно и добро, и зло, и свет, и тьма. В том же ключе высказывался и Оша. По словам Оша, у Шивы не было философии, у него были только методы. Шива не отвечает на те вопросы, которые ему задает его жена Дэви. Вместо этого он предлагает технику. И если Дэви применит эту технику, она получит ответы. Такими же словами, копируя Оша, Джаги Васудев описывает свой курс. Как только они начнут понимать основы, мы начинаем обучать их методам, с помощью которых они смогут осознанно создавать эти измерения внутри себя. Это не философия, это технология. Джаги Васудев всегда говорит так, что бы я ни говорил, не верьте этому. Но не будьте глупцом, не веря этому. Угадайте, откуда он это взял? Из книги Оша под названием «Я прославляю себя, Бога нигде нет, теперь здесь жизнь». Я не говорил вам верить в это, я не говорил вам не верить в это. Джаги говорит, что ему не нравится философия. Философия это фантастические объяснения тех вещей, которые не могут быть объяснены. Потому что Оша тоже не любил философию. Философ, размышляющий об истине, это то же самое, что слепой, размышляющий о свете. Садгуру рассказывает историю о том, как Аристотель встретил Гераклита. Но, как известно, из истории они жили в разное время. Вряд ли они когда-то пересекались. В истории Садгуру ошибка, верно? Но если мы на мгновение предположим, что Садгуру совершил эту ошибку, чтобы выразить свою точку зрения, тогда все в порядке. Но в книге Оша «Скрытая гармония» та же самая ошибка. Во всем мире Оша был единственным, кто писал, что Аристотель и Гераклит когда-то встречались. Как это вообще возможно? Что по совпадению в истории Джаги та же самая оплошность, что и у Оша. Но все же примем это за совпадение. Но это следующее сходство трудно принять за совпадение. Вот еще одна история. Садгуру рассказывает. Однажды одна дама пошла в магазин Джиду Кришнамурти. И Кришнамурти потратил так много времени, чтобы выбрать один маленький галстук, что дама подумала, как может человек, который так озабочен покупкой маленького галстука, быть просветленным? И эта дама ушла от Кришнамурти. Но стоит отметить, Оша рассказывает похожую историю в своей книге. Но в ней эта дама от Кришнамурти ушла к Ошо. Так откуда же источник истории Садгуру? Я могу привести вам сотни подобных примеров, но думаю, вы поняли суть. Джаги Васудев все списал у Оша. Но он не повторял ошибок, которые допускал Оша. Оша всегда критиковал индуизм, индийских политиков, которые ему не нравились. Политики оказали на Оша давление, и он был вынужден покинуть страну. Джаги Васудев хоть и пошел по пути Оша, критикуя индуизм, у него был двойственный характер. Он использовал индуистские термины, такие как тхьяна линда, шива, адь йоги, бхайрава, свои истории просветления, учения и ашраме. И никто с ним не спорил. Премьер-министр Индии на приеме вашими Садгуру. Между духовностью и религией нет никакой связи, но Джаги Васудев объединил науку, индуизм и духовность, чтобы создать свою историю просветления. Джаги Васудев знал, что если он хочет вести духовный бизнес в Индии, ему нужно обучиться некоторым техникам у этих фальшивых гуру. Сати Саибаба обычно показывал магию с помощью техники рук, а Джаги Васудев пьет поддельный яд копры, чтобы показать магию. Позже он стал получать пожертвования от местных последователей на изготовление Тьяна Ринги. На эти деньги он купил 150 акров земли, чтобы построить свой огромный Иша Ашрам. Он знал, что политики сыграли большую роль в падении карьеры Оша, поэтому Джаги Васудев занял нейтральную позицию, чтобы наладить лучшее отношение с политиками. Например, в 2006 году он выступил с инициативой посадить деревья по всему Тамилнаду. Он не только привлек к этому новых последователей и добровольцев, но и Коруна Нитхи, в то время главный министр Тамилнада также присоединился к этой инициативе. Так, Садгуру стал знаменитым в южных районах Индии. Сегодня он использует ту же технику для продвижения своего бренда по всему миру. Сохраните почву. Телеканал StarVidjai запустил еженедельное телешоу с участием Садгуру. На этих телешоу Садгуру беседовал с разными знаменитостями о духовности, социальных проблемах йоги и медитации. О том, о сём, о чём угодно. Садгуру говорит на Тамильском. Когда же шоу закончилось, фонд Иша Садгуру запустил своё собственное шоу с таким же содержанием. Моя работа лишь в том, чтобы помочь людям понять, что оплата в рассрочку не приведёт вас к бесконечности. Шоу было беспроигрышной ситуацией для обеих сторон, поскольку обе привлекли внимание общественности. И так постепенно на ток-шоу Садгуру стали появляться более крупные знаменитости. Вы даже представить себе не можете. Намаскарам, доброе утро, Мэтью. Доброе утро, Садгуру. Так, Садгуру построил свою империю Иша, которая стала приносить доходы в миллионы долларов. Вспомните, всё началось с небольшой лживой истории о просветлении. Сегодня у Садгуру миллионы поклонников по всему миру. Тысячу добровольцев работают в его ашерме бесплатно. Джаги Васудеф просто превратил свой птицеводческий и строительный бизнес в духовный. Примерно с 1980 года он знал, какие истории стоит рассказывать, как их рассказывать, чтобы внушить доверие и в конце концов построить свою империю Иша. Если внимательно присмотреться к модели его бизнеса, можно заметить, что в фонде Иша нет ничего бесплатного. Мельчайшая вещь продается в качестве пожертвования, чтобы им не приходилось платить налоги правительству. Садгуру создал бизнес-модель, основанную на вере, чтобы получить безналоговый статус, продавать свои духовные программы, книги и прочие товары, получать бесплатную рабочую силу под видом волонтерства. Получая знания из книг Оша, повторяя учения, стиль и просветление Оша, Джаги Васуде сегодня стал сенсацией. Некоторые из его поклонников сходятся во мнении, что он подражает Оша, но они это аргументируют тем, что нет никакой разницы, подражает он Оша или нет. Все только в выигрыше, разве нет? У меня к ним только один вопрос. Садгуру продает это просветление уже более 30 лет, но обрел ли хоть кто-нибудь просветление? Не думаю, что кто-то из его последователей когда-либо обретет просветление. Вот что по этому поводу говорит давний секретарь Оша Ма Ананшила. Оша размахивал морковкой просветление, некоторых он объявлял просветленными. Это было мистификацией? В этом смысле да. Просветление это уловка, ложь, обман. Вывод. Честно говоря, промывать людям мозги легко. История тому свидетель. Вам просто нужна история, которую вы можете продать уязвимым, доверчивым людям. И даже не важно, что это чужая история. Верно? И у меня нет претензий к тем, кто посвящает себя Джаги Васудеву. Если вам в его ашраме помогут, то обязательно посетите его. Но имейте в виду одну вещь. Вам могут промыть мозги, чтобы вы стали покупать один курс за другим. Вас даже могут убедить принять Саньясу, жизнь отречения в ашраме. Сам же Джаги Васудев живет роскошной жизнью. А его дочь замужняя женщина. Сегодня много родителей умоляют о помощи, чтобы вернуть своих детей из ашрама Садгуру. Моя первая дочь разведена. Другая дочь собиралась выходить замуж. Но они взяли 15 комплектов золота и ушли в ашрам Иша. И обе поселились там. Этих родителей никто не слушает. Их детям промыли мозги. Намаскарам Яма Майю из центра Иша Йоги. Яма Мати. Это касается заявлений наших родителей о том, что мы остаемся здесь против собственного желания и нас вынудили остаться здесь. Я хотела бы уточнить, что я здесь по своему собственному желанию в своих интересах. Я здесь потому, что это единственное место, где я нашла самореализацию и счастье. Я это выбрала по собственной воле и никто не заставлял меня оставаться здесь. Я не против того, что люди покупают дорогие курсы в центре Иша Йоги, что люди проводят свое драгоценное время в Ашраме Иша, но живущие за пределом бедности страдают. Разве нет? Я не против того, что молодежи нравится Джаги Васудев. Но я уверен, его мудрость может ввести в заблуждение. Если женщина рожает мальчика, она производит определенное качество молока. Если у нее родится девочка, качество молока будет совершенно если она родит двойню, одного мальчика и одну девочку, из одной титьки будет выделяться один вид молока, а из другой титьки другой вид молока. Настолько велико знание, которым обладает наше тело и титьки. Дело в том, что люди перестали обращать внимание на собственную жизнь. Они начали крутиться вокруг божественно звучащих мистификаций вроде просветления. И честно говоря, 99% этих людей даже частью стадного мышления. Не будьте частью стада. Подвергайте все сомнению. Я знаю, мы можем быть ограничены рамками общества и семьи, но если посмотреть со стороны, то можно заметить, что жизнь прекрасна, что может быть более ценным подарком, чем сама жизнь. Сначала давайте попробуем должным образом радоваться жизни, а потом уже, возможно, подумаем о просветлении. Да или нет?